Это дача Logan MCV седьмого года. Всем здорова, это бюджетный автомобиль, который призван для того, чтобы возить семью, возить какой-то груз, какие-то товары, доставочка какая-то в таком плане. Это 1.6 мотор, здесь 105 сил, автомобиль мега простой, мега удобный, создан для каких-то простых обычных целей. Этот автомобиль был куплен из-за багажника. Я хотел бы сказать, что данный автомобиль очень вместительный и я уже как бы не хочу себе какой-то меньший автомобиль. Почему? Потому что ты просто тут реально можешь подтянуться, ты реально сидишь как в каком-то реально кроссовере, не факт, что даже меньше. Размер багажника в данном автомобиле в принципе имеет 700 литров, это если все сидухи разложены. А если все сложить и даже скрутить в переднее пассажирское место, то здесь 2.2 куба, можно засандалить сюда каким-то товаром. Давайте перейдем в багажник и я вам просто покажу, сколько там места. Да, ребятки, что касается багажника, багажник достаточно большой и вот эти вот двери открываются, вот как принято в нормальных минивенах. То есть эта машина чисто заточена на то, чтобы что-то перевозить, делать какой-то бизнес и быть просто удобной, удобной в использовании в семье. Что касается в принципе габаритов данного автомобиля, хотелось бы сказать, что данный автомобиль кажется реально огромным. Он в принципе есть и такой достаточно длинной машиной. И здесь очень маленькие скосы, то есть одинаковые скосы, что сзади, что спереди. Для каких-то путешествий именно на природу это очень круто с семьей. В общем, именно по вместительности, по внедорожным каким-то качествам, если можно говорить о внедорожных качествах, именно о универсале, о каких-то грузоперевозках, если опять же мы говорим о универсале, то это автомобиль просто незаменимый и как бы конкурентов особо нет. Что касается тормозов. Тормоза, конечно же, спереди это дисковые тормоза и уже неплохо, да, то есть машинка уже тормозит. А сзади, конечно же, это уже барабанные тормоза, ну как бы, ну что вы хотите, это дача все-таки как бы. И у семьи местных автомобилей вот эти форточки, они были типа такие, знаете, как открывашки. Итак, друзья, так как я говорил, данный автомобиль укомплектован 1.6 16-клапанным мотором, конечно же, с установкой газа, конечно же, с кондиционером как бы, как без этого. Это очень хороший, очень надежный мотор, имеет маркировку К4М, хороший мотор, который ездит и которого нет, в принципе, проблем. Я уже с ним полтора года отъездил и реально, я вам скажу, отгонял, поэтому к мотору проблем нет. Заявлено, что данный автомобиль по трассе берет 6.3 литра бензина, да, а по городу где-то 9.8. Что я хочу сказать, что это действительно отвечает реалиям, потому что я ее, когда купил, и не было еще газа. Данный автомобиль реально 6.5 ехал по трассе, и как бы я еще был удивлен, как так мало. А по городу, да, десяточка, это стабильно. Газа, она берет где-то 11-12 литров, как бы с моей ездой. Что касается крутящих моментов и лошадиных сил, данный автомобиль имеет 105 лошадиных сил с данным мотором. Если брать мотор 1.6, но 8-клапанный, там 90 лошадок, да. Что касается крутящего момента, он наиболее большой на оборотах 3750, поэтому данный мотор очень любит именно крутиться, да. То есть я его кручу всегда, 2500-3500 в городе, это, в принципе, мотор, который ездит каждый день. Я же забыл сказать, что клиренс данного автомобиля 16 сантиметров, но на данных дисках он увеличился из данной резины еще на 3 сантиметра. То есть у меня реально, можно сказать, кроссовер, который проезжает где мне надо, поверьте мне. А что касается веса, данный автомобиль весит около 1200 килограмм. Почему около? Потому что в зависимости от комплектации, там цифры немножечко валируются на 100 килограмм плюс-минус. И максимально допустимая масса 1800 килограмм, но поверьте мне, в данном автомобиле их грузят намного больше. Данный автомобиль является, в принципе, очень надежным, поэтому данный автомобиль, в принципе, рекомендую к использованию людям, которые что-то возят, что-то доставляют, что-то, у которых большая семья и любят большой багажник. На вот эту балочку, кстати, вы не смотрите, там должна была быть люстра. Но я как бы передумал, я решил, что как бы не буду покупать. Что касается по подвеске, спереди установлены, конечно же, это Макферс. Сзади это просто полузависимая обычная подвеска на пружинах с амортизаторами. Ничего там такого сверхгениального и сверхсложного нету, поэтому она обслуживается очень просто. Что касается коробки, то, что я вам хотел рассказать. Коробочка здесь такая стоит, что, наверное, она более направлена на то, чтобы возить что-то тяжелое, да, чтобы был больше крутящий момент. Почему? Потому что, чтобы вы понимали, пятая передача, ты едешь 110, у тебя 3500 оборотов. Сами понимаете, если ты едешь, вот как я говорил, 160, там было где-то 55000 оборотов. Данная коробка не рассчитана на трассу. И почему я говорил, что эта машина не для трассы, вот именно из-за коробки. И я так понял, что на всех MCV стоит такая коробка, потому что я общался с разными людьми, которые покупали себе данную машину, и все говорят одни и те же цифры. Поэтому имейте в виду, что данная коробка, да, первая, вторая, третья. Как бы в городе ты очень хорошо едешь, у тебя нет никаких проблем. Четвертая, ты можешь в городе ехать на четвертой передаче, там 60-70 км в час, вообще спокойно. То есть, там 2000 оборотов будет. Что касается трассы, конечно же, не хватает уже шестой передачи. Что касается руля управляемости, мы сейчас прокатимся. Вот, смотрите, ребятка, четвертая передача, 60 км в час, 2200 оборотов. Ну, как бы, это к тому, что мы говорим о коробке. То есть, четвертая передача для города, это вот самое оно. Что касается расхода, вот сейчас у меня показывает 12 литров. Это, понятное дело, я еду сейчас на газу, но все равно 12 литров. Вот, смотрите, вторая передача, 2,5 газ в пол. Кстати, хочу сказать, что, кстати, коробка у меня очень сильно разбитая, поэтому особо не погоняешь. Вот, 4000 оборотов на четвертой передаче, 100 км в час. Ну, как бы, ну, вы поняли. Тоже коробка, рычаг очень длинный, длинные передачи, вернее, длинно переключается. Ничего короткого здесь особо тоже нет. Ну, как бы, машина не предназначена для каких-то вот гонок и тому подобное. Но, опять же, скажу, что если вот мы вдвоем едем, нам вдвоем хватает и вот и тормозов, и разгона, то есть, вполне. Конечно, когда 4 человека сидит, то ты уже ощущаешь, что машинка уже не тянет. А что там с 1,2, 1,4, как бы, я вообще не представляю, как они едут. Кстати, что хочу сказать, мы когда возили товар, вот вы можете посмотреть, возим и влоги мои, и, в принципе, сейчас пару кадров вставлю. То с товаром, когда ты грузишь там 300 килограмм, тому подобное, плюс-минус, понятное дело, что динамика падает, но она не падает вообще в ноль. Просто вставит меньше, как бы, но машинка ощущается, рулится и тому подобное. Так же само. Просто обычный, спокойный, семейный автомобиль, который может тебя выручить в каких-то твоих задачах. Самая главная проблема – это ее коробка. Дайте сюда коробку от Megane 1, она будет вообще пушка, она будет летать, она будет все тянуть. Но, возможно, там уже идет другой чуть-чуть класс, другая машина, и они не решили, что коробочку сюда не будем такую ставить. То есть, как вы видите, машинка стартует без каких-либо проблем. А, кстати, еще скажу, что машинка, так как она имеет, в принципе, метр шестьдесят в высоту, так как я говорил, она достаточно такая высокая, то ее реально сдувает где-то на трассе, на боковых ветрах, как бы, сильно ощущается эта высота. То есть, машинка реально удобная для повседневного использования, для каких-то, еще раз скажу, задач, если вам нужно что-то возить, хоть что-то, или ваше, или не ваше. У меня, кстати, в багажник, как бы, влазит коляска несложенная, то есть, просто она туда заезжает, как бы, в гараж, и все. То есть, не надо ничего снимать, не надо ничего скручивать, не знаю, как бы, слаживать, ну, потом, просто засандалил туда коляску, и все. То есть, классно. Мне очень нравится, как бы, и так как мы с Наташей где-то ездим, вы, как бы, может быть, знаете, где-то ездим по каким-то шашлыкам, летом особенно мы любим это дело, поэтому очень удобная машина, я же говорю, у меня пол багажника забито, ну, а там пол багажника есть все, наверное. Если взять какой-то обычный седан, то в седан это, ну, как бы, если забить, может быть, и влезет, хотя я сомневаюсь, но если и влезет, то там будет забито все, как бы, в ноль. Поэтому машинка, на первое дело, это практичная машинка, которая ведет себя достаточно уверенно на дороге именно в городе, которая плохо себя ведет на трассе из-за коробки, опять же. И, конечно же, на скоростях выше 120, как бы, эта машинка, ну, как бы, не рассчитана для этого, поэтому на этой машинке особо не погоняешь и не полетаешь. То есть вы, когда переключаетесь, нужно переключаться с перегазовкой, даже если вы быстро, резко переключаетесь, обороты очень сильно падают, поэтому нужно немножечко добавить, добавлять газку и перегазовывать. Опять же, сидухи достаточно удобные, здесь какая-никакая боковая поддержка есть, регулировка именно водительского кресла вверх-вниз, вперед-назад. Единственное, что, кстати, не хватает здесь, это регулировки руля. Тормоза, как тормоза, ничего такого, как бы, как тормоза, как для такой машины. Что вы хотите от барабанных тормозов, как бы, это понятное дело. Я не знаю, просто рассказал свое мнение, поэтому сами думаете, нравится он вам или не нравится. Хотели бы вы себе такой или не хотели, я ли лично, для своих целей, реально рекомендую. Вот мне очень нравится, он реально полтора года меня выручает. Места много, можно и поспать, и не поспать, и покушать что-то, и покурить кальянчик сзади. То есть машинка, ну, реально, именно для меня. Если вам нравятся седаны, нравятся бахи маленькие, которые просто валят, конечно же, вы такую машину никогда не купите. Если вам нравятся внедорожники и тому подобное, вы, конечно же, данную машину тоже никогда не купите. Но есть своя ниша, которая будет заполняться данным автомобилем. И еще раз говорю, что у меня, вот, наверное, очень позитивные и хорошие эмоции в сторону данного автомобиля. И данный автомобиль просто выручает именно своей универсальностью. Главное его, наверное, козы. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok